4 мая в Латвии отмечается День восстановления независимости страны. Соответствующую декларацию Верховный Совет принял 4 мая 1990 года, и этот день стал государственным праздником. В честь судьбоносной даты в различных учреждениях Дагублса прошли концерты, выставки, встречи и тематические мероприятия. Кульминацией торжеств стал праздник белой скатерти на площади Венебас. Он был введен в этом году и призван в ожидании столетия Латвии заложить традицию собираться 4 мая за одним столом, чествую государство и вспоминая его путь к обретению независимости. В латышских дайнах застолье воспевалось как знак единения, принадлежности к семье, а белый цвет всегда олицетворил чистоту, непорочность и просветленность. На первом в городе празднике, который организаторы символически назвали музыкальным застольем, с концертом выступили школьные хоровые и танцевальные коллективы. Мы очень надеемся, что в следующий год мы сделаем действительно большое застолье, где все участники и все посетители мероприятия смогут сесть за столом и действительно, как наши предки, отметить этот праздник. Приветствуя участников праздника, председатель городской думы Янис Лачплисис отметил, что сегодня уже выросло поколение тех, кто родился в независимой стране, в открытом для них мире. Он также выразил уверенность в поступательном развитии города и государства. В этом убеждает деятельность общественных организаций, а в Даугупелсе их более 500, которые развивают различные направления культуры, образования, спорта, социальной защиты. Особую заботу самоуправления проявляют по отношению к пожилым и больным людям. Им предоставляются разные виды социальной помощи и услуг, льготы на проезд в городском общественном транспорте, лечение в Даугупелской региональной больнице и медицинских учреждениях других городов страны. Городские общественные организации со своей стороны выполняют функции социальных добровольцев, чем оказывают неоценимую помощь самоуправлению. Мы сотрудничаем с самоуправлением, помогая им интегрировать наших пенсионеров общества. Каким образом? Таким образом, что мы боремся и помогаем, чтобы у них было больше пенсии. Это мы сотрудничаем с правительством, с кабинетом министров, с САИМом, также с Министерством благосостояния, с разными министрами. Мы проводим не только разные социальные мероприятия или вопросы решаем, но также и культурные вопросы мы решаем. И это помогает скреплять наших сеньоров, потому что у нас сеньоры разных национальностей, разных вероисповеданий. Помогаем даже тем людям, которые не могут сами себя обслужить. Мы по мере возможности в своем обществе с ними встречаемся, к ним приезжаем. Их обслуживать некоторые даже помогают. Сами за собой как бы ухаживаем. И еще у нас в обществе есть такое правило. Мы сотрудничаем с детским садиком, который находится около дневного центра. И мы там иногда, по мере возможности, тоже закупаем цветочки, делаем проекты и делаем для них подарочки, весенние подарочки. В честь государственного праздника за активную жизненную позицию, участие в общественной жизни города, личный вклад в сплочение общества мэр Даугупилса наградил благодарственными грамотами 42 активиста из 10 городских обществ, пенсионеров и инвалидов. Они проработали богатую, насыщенную жизнь. И сейчас они участвуют во всех мероприятиях, начинаниях города, зачастую показывая пример молодым, как относиться и как решать проблемы. А это значит, что общественная жизнь, общество наше будет здоровым, что хорошие традиции передаются из поколения в поколение, а город будет расцветать и наше государство тоже. Праздник завершился концертом популярной рок-группы «Даба Судоровись». Субтитры создавал DimaTorzok